Сегодня реально повлиять на будущее страны может каждый белорус. На протяжении Всебелорусского народного собрания включена горячая линия. Это семь многоканальных телефонов. Сегодня они работают с 11 часов утра. Итак, присоединиться к масштабному народному форуму можно не выходя из дома. Достаточно позвонить на горячую линию. Штаб находится непосредственно во дворце республики. И прямо сейчас за работой там следит наш корреспондент Влада Корницкая. Влада, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как именно все происходит. Здравствуйте, студия. Здесь, в центре связи дворца республики, телефоны не смолкают ни на минуту с самого утра. Первый звонок сюда поступил уже в 10 часов. Кстати, всего здесь работает 7 линий. На одной линии работают сразу два специалиста. Один принимает звонок, уже потом делает пометки, оформляет его. Тогда в это время работает другой оператор. Такая схема позволяет максимально быстро обрабатывать вопросы, а на некоторые даже отреагировать. Кстати, самая оперативная информация о работе телефонной линии на данный момент с нами поделится руководитель группы «Горячие линии» Алексей Цветков. Алексей Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Так расскажите же, с какими чаяниями, с какими надеждами люди звонят, с каких регионов, какие вопросы задают? За первое время работы «Горячей линии» поступило более 70 звонков. Как и на 4-м Всебелорусском собрании, лидирующую позицию занимают звонки из города Минска. Минчане более настойчивы. И с под тематик вопросов, которые поступают на «Горячую линию», лидируют вопросы организации работы жилищно-коммунального хозяйства. Такая же тематика была лидирующей и на 4-м Всебелорусском народном собрании. То есть около 20% вопросов поступают именно по этой проблематике. А что бы вы могли ответить тем скептикам, которые не верят в эффективность такого общения власти с белорусами? Дело в том, что все вопросы очень внимательно изучаются. Вопросы вопросу рознь. Вопросы бывают, требуют дополнительное рассмотрение, изучение несколькими органами госуправления. И вопросы, поступающие на «Горячую линию», оперативно передаются сейчас в группу ответов на вопросы. Организованы отраслевые региональные штабы. Сейчас и на 4-м Всебелорусском собрании результативность некоторых вопросов решалась уже в течение работы собрания. Спасибо вам большое за исчерпывающий ответ. Ну а я напомню, работать «Горячая линия» будет два дня. Сегодня дозвониться сможет еще каждый, желающий вплоть до 18 часов вечера. Завтра Центр связи начнет работать в 10 утра и закроется ровно в час дня. Ни одно обращение, обещают специалисты, не останется без ответа или без внимания. Детальная обработка звонков и телеграмм завершится уже на этой неделе. Студия. Спасибо, Влада.